Привет! Сегодня я расскажу о том, как сделать вот такую вот открытку к празднику 9 мая. Итак, мы с вами берем заготовку из бумаги размером 10 на 13,5 см. Выбираем фон. Сегодня я выбрала фон мятой бумаги. Размер фона на 5 мм меньше, чем у нас в заготовке. Далее обрабатываем края фона штемпельными чернилами. Желательно выбрать какой-нибудь темный оттенок. Нужно подыскать несколько кусочков подходящего под фон цвета. Например, вот такой вот. И мы просто его обрываем. Выбрать еще зеленоватый цвет. Края обрываем, чтобы ровных краев не было. Края обрабатываем штемпельными чернилами. Можно взять из интернета картинку военного письма и распечатать ее. Теперь мы составим с помощью чая. Если вам кажется, что цвет недостаточно насыщенный, можно подождать, когда высохнет и еще раз пройти с чаем. Либо сделать заварку немножко покрепче. Вот такое вот составленное письмо у меня получилось. Теперь я обрываю края. Икры я также обрабатываю штемпельными чернилами. В принципе, если края не прокрашиваются, можно также прокрасить немножко чаем, чтобы они не были таким белыми. И еще сверху обработать штемпельными чернилами. Берем красный карт-ток и сзади рисуем звезду. С того, как мы ее нарисовали, мы ее вырезаем. У меня получилась вот такая вот звезда. И теперь я также обрабатываю ее штемпельными чернилами. Теперь я беру вот такой карт-ток с вырубкой. И здесь убираю цифру 9. Эту девятку тоже обрабатываю штемпельными чернилами. Теперь располагаем наши все элементы. И еще добавим георгиевскую ленточку. Теперь все элементы приклеиваем. Из вот таких наклеек мы добавим сюда надпись с праздником. Добавляем георгиевскую ленточку. Вот таким образом. Вот такая вот открытка у нас с вами получилась. Всех поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк. Расскажите друзьям. Оставляйте комментарии. Если есть какие-то вопросы, с радостью на них отвечу.